Территория уникальных рецептур и безграничного сладкого творчества. Кондитерская фабрика «Спартак» празднует вековой юбилей. За это время предприятие прошло огромный путь и стало одним из крупнейших производителей не только в Беларуси. Гумельские брендовые сладости сегодня популярны и в странах СНГ, и в дальнем зарубежье. Покупатели ценят сочетание классики и современности кондитерского искусства. Это особенность бренда «Спартак». Он, несмотря на широкий ассортимент, ежегодно добавляет в свою линейку в среднем 10 новинок. Максим Вечерков покоряет вкусом, изобилием и высоким качеством. Когда вафельный лист с начинкой оказывается на этой линии, происходит настоящее волшебство. Машина аккуратно разрезает его на вот такие батончики и отправляет под шоколадный душ. Только после обильного полива конфета превращается во всем известную «Аленку». Когда-то здесь работали вручную, но с появлением автоматизированных систем продукция стала еще вкуснее и качественнее. Эффект от проведенной модернизации. В новые проекты, такие как линия по производству тонкого шоколада, фабрика инвестировала десятки миллионов евро. Теперь все делают современные машины, а человеку нужно лишь умело ими управлять. Впрочем, есть в работе и неизменное. Надо просто любить свою продукцию, любить свой цвет, любить свою работу. И тогда все получится, все будет вкусно, все будет качественно. Люди обсуждают и любят нашу продукцию. А я с гордостью думаю, даже я приложила к этому руку выпуску этой продукции. Работаю там, прямо гордость распирает. Шоколад, конфеты, вафли, мюсли, торты и пирожные. Когда классическим советским рецептам добавляют свежие идеи, получается по-настоящему уникальный продукт от фабрики «Спартак». Это чарующий аромат и, конечно же, неповторимый вкус. Более 10 тысяч тонн продукции с начала года. И это не просто сухие цифры, а настоящее сладкое творчество. То, что ежедневно вдохновляет их на новые аппетитные подвиги. Я все детство мечтала о конфетах, работать на фабрике. Маленькая была все время, вот мне нравились конфеты. И как бы это сказать, моя детская мечта. На фабрике я работаю уже 36 лет. Все стараемся, чтобы всем нравилось, чтобы все покупали. Как бы вкусно, чтобы было. Именно так, когда за дело берутся настоящие мастера и единомышленники, рождаются новые шоколадные коллекции. Но, как известно, все новое – это хорошо переосмысленное старое. Отсюда и нотки ностальгии на полках. Ретро-конфеты к 100-летию фабрики, по сути, повторили легендарную линейку далекого прошлого. Те же рецепты, тот же вкус и даже этикетка та же. Это вкус моей молодости. Я очень любила конфеты «Спартак» и всегда покупала их, в особенности конфеты «Данка». Потом они как-то исчезли с продажи. Они были еще в моем детстве. И очень я их помню, этот вкус. И теперь они появились вновь. И прям вот, ну, возвращаешься в детство, окунаешься заново. Пришла детям за вкусняшками, ну, заодно и сама перекусила. Беларусь, понятно, давно выбирает и ценит «Спартак». Но есть и экспорт более чем в 20 стран. Основные покупатели – Россия и Китай, но в целом география гораздо шире. Монголия, Вьетнам, Азербайджан, Армения, Грузия и Казахстан. Предметный интерес у африканского континента и стран Персидского залива. За целый век своей истории фабрика научилась не только держать марку, но и стала одним из самых узнаваемых брендов. И это только добавляет ответственности. «Сто лет» – это для нас старт. Старт для новых достижений, старт для развития новых видов продукции, для удивления наших покупателей интересными вкусами, изысканными компонентами. За это время мы приобрели много опыта, много прекрасных рецептур, которые полюбились нашим потребителям. Но это не говорит о том, что мы остановимся на достигнутом. В ближайшее время мы разработаем продолжение нашей линейки без сахара, которая вышла в свет в прошлом году. Наши технологи постоянно фантазируют, следят за тенденциями на мировых рынках кондитерских изделий и балуют наших покупателей новыми интересными кондитерскими изделиями, сочетаниями вкусов. Сегодня «Спартак» – это 350 наименований кондитерских изделий или 25 тысяч тонн в год. Если поделить их на всех жителей страны, то на каждого белоруса выйдет почти по 3 килограмма сладостей. И это точно не предел. На фабрике есть уверенная стратегия развития на ближайшие годы. Будут совершенствовать не только технологии, но и рецепты. Планы амбициозные от расширения ассортимента до новых перспективных рынков, с учетом требований мировых стандартов. Одним словом, первые сто лет сладкой истории завершаются, начинается новое, не менее яркое столетие. «Спартак! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Сто лет! С днем рождения! Спартак! Ура!» Максим Ичерков, Владимир Пятенев. Наши новости. Гомель.